Любители рыбалки с полувековым опытом Александр Шепталин этой осенью выходил на лёд уже более пяти раз. Говорит, к этому занятию нужно подходить с умом. Александр за всю жизнь ни разу не проваливался под лёд, но на его глазах такие случаи происходили неоднократно. Бывало, что заканчивались летальным исходом, поэтому с собой для спасения утопающих он всегда носит верёвку с грузом. Одну ни разу не возвращал всегда по льду. Бросить или кто-то потонул, чтобы она пустая, не долетит с грузом, она лучше летит. Толщина безопасного льда должна быть как минимум 10 сантиметров. Этой осенью крепкие морозы стояли не так долго, чтобы поверхность водоёмов успела замёрзнуть. В погоне за уловом некоторые рыбаки не задумываются об опасности, которая их подстерегает. На первый взгляд лёд кажется прочным, но на самом деле он ещё хрупкий и не всегда может выдержать вес человека. Со своей собакой ежедневно Александр Прытков выходит на прогулку. Рядом с водоёмом он живёт уже полвека. Говорит, как только появляется первый лёд, наблюдает удивительную картину. Лёд вот такой вот ещё был, ну очень давно, я всегда поражаюсь. Камень бросаешь, он провалится, а они сидят. Я вот живу здесь, вот, рядышком. На лёд до сих пор не выходил. Поэтому боюсь. Лёд всё не сорвировался до конца. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лёд не прочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод. В этом сезоне в Самарской области уже зарегистрировали гибель человека на льду. Инспекторы регулярно предостерегают рыбаков об опасности. Вручают памятки, проводят разъяснительные беседы. Нужно не опускать голову под воду, это ни в коем случае такое нельзя делать. Вот, естественно, нужно позвать на помощь, расставить руки и постараться выбираться с этой полыни. Если человек выбирается, ему нельзя не вставать, потому что если он встанет, он обвалится. Он, естественно, образом либо ползёт, либо начинает перекатываться в ту же сторону, откуда он пришёл. Безопасность льда можно определить визуально. Голубого цвета – надёжный, белого – прочность в два раза меньше. Матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадёжен. Но лучше всё-таки не рисковать, а дождаться крепких морозов. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.